Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена. Спасибо вам всем за комментарии и за просмотр этого видео. Если в данный момент YouTube у вас глючит или тормозит, переходите на мой Дзен или на мой Телеграм. Там я публикую такое же видео, которое вы можете посмотреть. Ссылочки все будут в инфобоксе. Итак, для приготовления этого салата, который я хочу вам приготовить в этом видео, мне понадобится зеленый горошек, лук сушеный зеленый. В данный момент у меня нет зелени, поэтому я заменяю вот этим. И также у меня в данный момент нет лука свежего. Меня заменяет лук, который я хотела бы вам показать и как его резать. Лук хрустящий, он тоже сушеный, жареный. И также семя. Семя для салата. Лу, это соль, конечно же. Можно добавлять, можно не добавлять. Можно добавить абарзамический соус. Но в зависимости, есть ли он у вас или нет. Также пекинская капуста, два помидорчика, огурчик и брынза. Ну что, начинаем готовить. Перед приготовлением, конечно, помойте все овощи. Итак, начинаем готовить. Отрезаем попку. И начинаем резать помидоры. Точно. Итак. Отлично. ПGrandкра. Давайте. phảiất�라. Пilar. Парк, partially. Пารка. П zak境. Парк, 없습니다. Парк, 없습니다. milliards. Парк, encuentra. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавлю салатную смесь Добавлю салатную смесь Добавлю салатную смесь Салатную смесь Добавлю 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 салатную смесь Прежде чем писать какие-то комментарии о переходящей на личности, подумайте несколько раз. Вы этим немножко всё-таки оскорбляете автора видео. Вы не знаете автора, вы пришли впервые, вы о нём ничего не знаете и уже пишете какие-то не очень положительные комментаторы. Я понимаю то, что каждый блогер должен к этому же привыкнуть. Но не каждый может в этом плане вас правильно понять. Поэтому может немножко как бы войти в сторону ступора или знаете знаете как бы говоря потерять интерес к мотивации снимания видео. Пожалуйста, если вы заходите на канал, пожалуйста, не пишите такие комментаторы, то есть комментарии об авторе видео. Я не говорю про себя в этом плане, я говорю про других блогеров, которые вы смотрите. Пожалуйста, не переходите на личности. Не надо говорить какая у вас внешность. У каждого человека своя изюминка во внешности. И поэтому я считаю, что всё-таки мне все красавцы, мы не все мисс красоты, даже мисс красоты. И то, оно проходит через множество людей. Бизажистов, массажистов, косметологов, подтяжек и так далее. Становится красотой. Основная красота даётся от природы. Природа это что? Это когда вы рождаетесь, вы красивы. И когда вы младенцы, когда вы ещё в юности, вы свою внешность приобретаете. С возраста она ещё больше проявляется в красоте. Поэтому я считаю, что люди на всей этой планете очень симпатичные, красивые люди. Даже те комментаторы, которые переходят на личности, тоже красивые люди. Но, возможно, что-то их не очень удовлетворяет в своей внешности. Поэтому он хочет как-то выбросить свою энергию на другого человека и этим как-то уколоть. И показать то, что вот, смотри, я красивый, а ты нет. Вот, поэтому я комментаторов уважаю, ценю, которые пишут наоборот то, что действительно нужно исправить. Допустим, что-то в видео добавить, что-то, допустим, изменить. Я это понимаю. Да, мы растём с этим и улучшаемся за счёт этого. Но переходить, опять же повторюсь, на личности не стоит. Есть люди, которые, наоборот, спровоцируют, показывают анти, чтобы их больше, как бы говоря, писали комментаторы. И от этого у них только оплюсы. Но, ребята, когда вы встречаете этих блогеров в реальности, вы посмотрите на них. Какие они всё-таки хитрые, ужасные, лицемерные люди. Я с такими встречалась и с такими больше встречаться не хочу. Очень жуткие, лицемерные, эгоистичные люди. Кто знает, тот знает, с кем я встречалась. Поэтому я могу сказать то, что вы смотрите одно, но в реальности совсем другое. Но они могут, наоборот, на вас набросить то, что у вас нет. То есть провоцируют. А себя выставить белой овечкой. А вас, как бы говоря, немножко показать, что вы не такие, как вам кажется. Вот, ну она, всё вкусно, конечно. Я не могу от тот вкусный салат отказаться. Вкусно его. Вот он очень вкусный. Вот. Ещё раз скажу, одевайтесь теплее, потому что снег выпал. Уже не лето, а уже осень наступила. Одевайтесь теплее. Вот. Может быть, я не так правильно всё это кушаю. Может быть, я иногда прожевать, потом кушать. Ну, напишите правильный этикет. Лучше молчи, жуй. Правильно? Правильно. Не говори много. Проживай, потом говори. А то поддаешься ещё. Вот. В общем, я хотела вот это сказать. И в этом плане я продолжаю есть свой салатик. Вам приятным всем аппетитом. Спасибо за то, что посмотрели это видео. И так же послушали мою болтамню, который накопил у меня. Но ещё много болтамни у меня есть. Очень много. Хотела бы с вами очень много поговорить на эту тему. Вот. О них много. Ну, по поводу того, что вы думаете, что я скупаю весь Валбрис. Нет. Я покупаю то, что мне нужно. И то, что я использую. У меня не лежат эти вещи без дела. Лежат они в деле. Вот. Многие покупают слишком много одежды. Но подумайте сами. У нас не так много, как бы сказать, у разного человека, то есть, у разной страны, да, есть своё межсезонье. Правильно? У кого-то только весна и лето. У нас четыре сезона. Весна, осень, лето и зима. Поэтому мы вынуждены покупать много. А вдобавок у некоторых ещё семья. Поэтому, естественно, покупается много одежды. Вот. Поэтому могу сказать, что я покупаю только те вещи, которые мне необходимы. И просто так. Типа, надо снять видео, снять, купить. Нет. Я покупаю то, что мне надо. Я смотрю то, что нужно дополнить. Вот. И покупаю. Вот. Я думаю, что, скорее всего, возможно... Сумбурно я всё рассказала, потому что у меня в голове одна мысль. Вкусный салат. И все негативные, отрицательные какие-то мысли у меня улетучиваются. Голод побеждает зло. Всё. Ребята, извините. Я больше не буду в этом плане показывать, как я кушаю. Потому что я покушаю за кадром. Потому что очень вкусный салатик. Ладно. Всем спасибо за комментарий. Спасибо за то, что посмотрели. У меня есть Telegram. У меня есть Zen. Подписывайтесь. Смотрите. Комментируйте. Я все комментаторы читаю. На некоторые, конечно, я отвечаю. Вот. Так что... Welcome. Спасибо вам. Пока. Как обещала, показываю вам снег, который у нас выпал. Вот. Сегодня, по-моему, 14 октября. Вот. Выпал у нас снег. Можно посмотреть. Я вас не обманывала. Снег выпал. Так что доставайте зимние одежды. Ботиночки, шубы. Обновите свой гардеробчик. И также выгуливайте его на природе. Утром я ходила в магазин. Был дождик. А сейчас идёт снег. Вот так погода переменчива. Так что вот так снежочек у нас выпал. Радуйтесь. Кто любит саночки, кто любит лыжи, коньки и так далее. Ваше время настало. Вы можете кататься, наслаждаться. Но не простужайтесь, пожалуйста. Пейте витаминчики. Слишком легко не одевайтесь. Хотя вы ведёте активную жизнь. В том плане, когда вы катаетесь. Всё-таки болеть это нехорошо. Поэтому утепляйтесь. Пейте горяченько, чай, какао. Само оно. Вот. Так что, с первым снегом вас!